Пермская компания нефтяного машиностроения получила сертификат от Американского института нефти. Эксперты пояснили значимость такой оценки. Пермский завод металлообрабатывающих центров планирует начать производство уже в этом году. Интересанты есть, говорят на предприятии. Компании смогут модернизировать энергетическое оборудование в кредит. О планах и целях создания нового центра рассказали в Деловой России. Хладные новости в эфире РБК. Я Ростом Багизов. Здравствуйте. Продукция пермской компании нефтяного машиностроения может оказаться востребованной в Китае, так полагают эксперты. Предприятие получило сертификат от Американского института нефти. По итогам проверки в конце 2016 года аудиторы вынесли заключение, что система менеджмента качества соответствует последним требованиям для производственных организаций нефтяной и газовой промышленности. Положительные итоги проверки дают право пермской компании проставлять знак монограммы API на продукцию, изготовленную в соответствии с требованиями указанных спецификаций. Как отметил ведущий аналитик компании «Алгоритм-топливный интегратор» Виктор Костюков, продукция может быть интересна, например, Китаю в связи с развитием трубопровода «Мохэдацин», который является частью отвода от магистрального трубопровода «Восточная Сибирь-Тихий океан». В целом потребности нефтедвывающих компаний пока не снижаются. Но при этом аналитики также добавляют, что требования США к стандартам использования нефтяного оборудования намного мягче европейских. Поэтому такой сертификат, хоть и котируется в целом в мире, но, как правило, не является основополагающим для заказчиков. Пермская компания нефтяного машиностроения добавили, что пока заказов на продукцию с монограммой API немного. Ну и по ожиданиям в связи с общемировыми тенденциями в 2017 году произойдет некоторое снижение объемов выпуска утяжеленных и толстостенных бурильных труб. Центробанк может начать покупку валюты на рынке фирм-квартале на 1 миллиард долларов в месяц. Об этом написал Bloomberg со ссылкой на трех источников. По данным агентства, Банк России приступит к покупке, чтобы направить дополнительные доходы бюджета от превышения ценой нефти прогнозных уровней в 40 долларов за баррель. Сейчас она находится в районе 55 долларов. Правительство ранее заявляло о планах выработать подходы для снижения долгосрочной волатильности реального курса рубля. Сегодня доллар потерял еще 7 копеек. Курс на завтра 59.15, евро 63.43. Полмиллиарда рублей составит инвестиции в реконструкцию здания для Пермского завода металлообрабатывающих центров. Запуск второй производственной площадки на улице Промышленной планируется этим летом. Общая площадь завода составит 4000 квадратных метров. Половина оборудования будет отечественного. Оно уже законтрактовано. В планах уже в этом году произвести около 30 токарно-фрезерных станков в повышенной точности на сумму порядка 300 миллионов рублей. На полную производственную мощность планируется выйти в течение трех лет. По словам председателя совета директоров, потребителями продукции в первую очередь станут предприятия машиностроения, работающие с современными материалами тяжелыми в обработке, в том числе аэрокосмического комплекса и нефтегазового машиностроения. На сегодняшний день в России сформировался достаточно большой спрос на данный тип оборудования, поэтому мы и пришли к необходимости создания данного предприятия. В данном случае на 2017 год мы собираемся производить двух и трех осевые. Образцы этой продукции сейчас уже выпускаются на площадке акционерного общества «Протон-ПМ». В 2018 году мы переходим к производству уже четырех и пяти осевых токарных центров. Это совместный проект частного бизнеса госкорпорации «Ростех» в лице «Станкопрома» и предприятия «Протон-ПМ». Часть средств на новую площадку ПЗМЦ выделена в рамках госпрограммы развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности. В Пермском крае в феврале начнет работу региональный центр энергоэффективности. Он будет помогать предприятиям модернизировать оборудование в целях снижения энергопотребления. По оценкам специалистов, в 2017 сумма сделок центра по комплексной модернизации с предприятиями «Приками» составит полмиллиарда рублей. При этом само предприятие на первоначальном этапе не будет нести затрат, связанных с единовременной покупкой оборудования. Расходы энергосервисных контрактов влажатся на компанию поставщика. По расчетам центра платежи, сопоставимые с экономией, которые получают предприятия от модернизации. Пока по такой схеме отработал лишь Краснокамский ремонтно-механический завод. Среди возможных интересантов «Приками» производственные компании, в том числе с государственным участием. Однако конкретные предприятия пока не называются. Конечная сумма затрат на модернизацию оборудования по такой схеме для предприятий составит порядка 15-20% годовых. До конца этого года «Деловая Россия» хочет проработать схему с федеральным правительством по субсидированию этой программы. Следим за развитием событий. Спасибо, что выбираете РБК и хорошего вечера. РБК Пермь. Дело. Охранный бизнес. Специфика деятельности. Сегодня в 19.35. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok